И сегодня же президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиёев принял делегацию во главе с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министром иностранных дел Королевства Швеции Анн Линде, находящуюся в нашей стране с рабочим визитом. На встрече были обсуждены актуальные вопросы развития конструктивного взаимодействия нашей страны с ОБСЕ, дальнейшего расширения узбекско-шведского практического сотрудничества. Состоялся также обмен мнениями по региональной и международной повестке. Глава нашего государства с удовлетворением отметил современный уровень продуктивного диалога с ОБСЕ и поддержал приоритетные направления председательства Швеции в организации. Подчеркнута интенсификация контактов и обмена в последние годы, в том числе благодаря активной работе Офиса координатора проектов этой авторитетной региональной структуры в нашей стране. В ходе беседы лидер Узбекистана отдельно остановился на основных направлениях углубления многопланового партнерства с ОБСЕ, прежде всего в рамках подготовки к проведению важных внутриполитических мероприятий в республике. Выражена заинтересованность в продолжении плодотворного диалога с Бюро по демократическим институтам и правам человека и парламентской ассамблеи организаций. Достигнута договоренность об организации в ближайшее время целого ряда совместных мероприятий. Касаясь перспектив двусторонних отношений со Швецией, президент Узбекистана выделил в качестве ключевых направлений сотрудничество в сфере образования, привлечение инноваций и инвестиций ведущих шведских компаний в нашу страну, наращивание торговых и кооперационных связей. Была выражена уверенность в том, что учреждение дипломатической миссии республики в Швеции позволит реализовать имеющийся потенциал и широкие возможности взаимодействия как между нашими странами, так и в целом со скандинавскими государствами. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, выразила искреннюю признательность за теплый прием и открытую беседу. Она высоко оценила и поддержала осуществляемые на новом этапе демократические преобразования и социально-экономические реформы в Узбекистане, а также проводимую политику по укреплению отношений добрососедства, доверия и партнерства в регионе Центральной Азии. Выражена благодарность за поддержку совместных инициатив в рамках ОБСЕ и уделяемое высокое внимание вопросам развития практического сотрудничества со Швецией. Я счастлива быть здесь, в Узбекистане. Понятно, что реформы, которые проходят в вашей стране в настоящий момент, невероятно важны для узбекского народа. Эти реформы должны носить непрерывный характер. Хочу также отметить тот факт, что со своей стороны ОБСЕ работает с Узбекистаном по многим направлениям. Здесь и экономическое развитие, и развитие демократии, и верховенство права, а также права человека. Со своей стороны ОБСЕ всегда готова поддержать Узбекистан во всех процессах реформирования. Я также хочу вспомнить те слова, которые говорил ваш президент в своей речи во время выступления в Совете ООН по правам человека. Он говорил о гендерном равенстве, о верховенстве права, и это также нужно продолжать. Во время встречи с Шавкатом Мерзиёевым мы обсудили много вопросов. Для нас также важны взаимоотношения в перспективе между Узбекистаном и Швецией. Я увидела, что президент Узбекистана очень заинтересован в том, чтобы продолжать и расширять сотрудничество, потому что на данный момент это взаимодействие не находится на очень высоком уровне. Мы обсудили вопросы обеспечения высшего образования для женщин. Есть определенная модель образования для женщин в Швеции. Президент Шавкат Мерзиёев очень заинтересовался этим подходом. Также он говорил и о том, что необходимо продолжать развивать сотрудничество на уровне инноваций, инвестиций, торговли для того, чтобы укреплять наше партнерство. Я думаю, что эта кооперация между парламентами может быть даже ближе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...